Первым мне хочется поприветствовать всех студентов, преподавателей Нижегородского музыкального колледжа имени Балакира, старейшего учебного заведения России, которое совсем недавно отметило свое 145-летие. И сердечно поздравить всех, кто когда-то поступал, учился, преподавал в этом училище, сейчас преподает, может быть, будет преподавать. Все, кто когда-то выходил, занимался его классом, выходил на сцену малого зала, большого актового зала, пожелать им здравия, бодрости, творческих успехов и этого хорошего творческого настроения, посыла, энергии, энергетики, которая была с ними, я думаю, во все годы, когда они присутствовали в стенах этого учебного заведения. Ну а сегодня у нас концерт памяти Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого, общественного деятеля, гуманиста нашего времени, замечательного человека, как свидетельство всех, кто с ним когда-либо, кому посчастливилось когда-либо с ним общаться. Ну, все, кто собрались сегодня в этом зале, музыканты, исполнители, преподаватели, зрители, я очень вам благодарна, как сотрудник музея Сахарова и просто как гражданин, как нижегородец. Вот. И сегодня привело нас сюда, сегодня в День памяти, прежде всего, конечно, уважительное отношение к этому человеку. Ну, поскольку День памяти, как в День памяти, ну, что как-то отметить День памяти? Прежде всего, конечно, сказать добрые, хорошие слова об этом человеке. Ну, поскольку мы вот в стенах учебного заведения, музыкального учебного заведения, то все эти хорошие слова сегодня будут звучать не только вот в виде слов, но, я думаю, что в виде музыки. И поскольку язык музыки перевода не требует, то все, что сегодня прозвучит, как вокальное произведение, инструментальные пьесы, я думаю, что все это будет уместно, правомерно, понятно и по душе не только зрителям, но и Андрею Дмитриевичу Сахарову, если бы он вдруг присутствовал на сегодняшней встрече. Ну, Андрей Дмитриевич Сахаров был человек творческий, ученый, физик, теоретик, и прежде всего, это был, конечно, творческий человек. И все, чего он добился, прежде всего, его, ну, это было достигнуто благодаря дару, это было одарено человеку, благодаря дару, которому был он вот наделен, я думаю, что от Бога. Ну, и вот при общении с такими одаренными людьми, академик Копийца, когда его спросили, что отличает людей, с которыми вы общались, с выдающимися учеными, вам со многими довелось общаться, и он говорил о том, что, ну, прежде всего, раскрепощенность мышления, вот именно эта раскрепощенность мышления помогала им добиваться своих выдающихся успехов на их поприще. Ну, и вот эта вот раскрепощенность мышления, я думаю, что всех участников концерта сегодня объединяет, вот участие, прежде всего, в творческом процессе, о стремлении к раскрепощенности, о стремлении к творческому самовыражению. Вот то, что сегодня объединяет и участников этого концерта, и слушателей. Ну, я как сотрудник музея, все-таки хочу поделиться с вами, ну, такой небольшой находкой своей в последнее время, поскольку мы все время что-то ищем, открываем, находим, и вроде бы уже много известно о Сахаровой, он все о себе знал сам Сахаров, мы же много о нем знали Бондар и те люди, которые его окружали, но все-таки что-то, вот мы все узнаем, узнаем. Но, во всяком случае, когда вот мы, значит, на таких встречах бываем, мне хочется все время поделиться с вами какими-то знаниями о том, о творческом, прежде всего, о музыкальной культуре и о музыкальных деятелях, о событиях вот в области музыкальной культуры, которые вот связаны с именем Сахарова. Я уже в прошлый раз упоминала о том, что вот у нас-то долгие годы ходил в музей легенды, что какая-то выдающаяся музыкальная личность, музыкальный деятель, всемирно известная в годы ссылки Сахарова с 80 по 86 год приезжала в наш город, ну, я как бы прям специально вот приехала, даже изменила свой гастрольный график для того, чтобы вот таким образом высказать уважение Андрею Дмитриевичу Сахарову и вот выступить на концерте, и вдруг Сахаров придет на концерт. Мы долго думали, кто-кто, никак не могли, значит, найти, ну, может быть, Риктор, может, Гиллис, может, кто-то еще, но, в общем, в конце концов, я в прошлом году говорю, что мы нашли, что вот воспоминания в дневниках о том, что действительно в эти годы концертировали в нашем городе Гиллис и Риктор, и Сахаров был на этих концертах, но, значит, кто же специально приезжал, в общем, выяснили, что Риктор просто, у него был гастрольный тур по всей России, просто первые концерты были в нашем городе, он специально ничего не готовил. Гиллис тоже был, у него были запланированы уже концерты, но вот, значит, из приватной беседы Гиллис так говорил, что я знаю, что в зале Сахаров, и вообще я, у меня принцип не играть в бесы, но сегодня я буду играть на бес. На бесы он подготовил грек «Одинокий странник», вот, но потом, значит, благодаря другим следам, мы выяснили, что все-таки специально приезжал и готовил концерты для Сахаров, вдруг он придет. Это был не музыкант, это был чтец, сейчас он народный артист, Рафаэль Александрович Клейнин. Но вот это все, это вроде бы как закончилось, и вдруг я совершенно неожиданно недавно узнаю, что, а еще в нашем городе в эти годы концертировал Даниил Шафран. И вот я позволю себе зачитать о том, как Сахаров вспоминает об этом концерте. Это было в 81-м году. Он пишет, что в апреле или марте я совершенно свободно купил два билета на концерт Даниила Шафрана. С нами пошел Феликс, но это был Феликс Красавин, там друг семьи. Значит, он свободно купил билет рядом с нами. То есть Сахаров пошел вместе с Еленой Бонар. Мы сидели во втором ряду, кстати, концертный зал кремлевский, мы сидели во втором ряду. Но первый наш и еще два ряда, кроме нас, были пусты. Это явно КГБ нас таким смешным образом изолировало. Они, может, и не знали, что Люся, то есть Елена Георгиевна Бонар, они не знали, что Люся, и особенно Руф Григорьевна, это мать Елены Георгиевны, хорошо, отлично знали Даниила Шафрана, лично. Он, несомненно, узнал Люсю и обратил внимание на меня. Концерт был удивительно хорош. Даниил Шафран вообще замечательный веолончелист, и по мнению некоторых искусствоведов, он вообще был, ну, даже, может быть, и лучше Растроповича, но вроде бы даже Растропович его немножечко зажимал, притеснял. Но тут он превзошел самого себя. Из трех концертов, а вот я уже говорила, что он был на концерте Геллиса и Рихтера, из трех концертов, на которых мы были с Люсей в Горьком, этот произвел на меня самые сильные впечатления. И вот Сакра Крапишет, я люблю виолончель, ее выразительный почти человеческий голос, глубокий, интимный. Но, играя на бис, Шафран сделал то, чего никогда не делают. По существу он устроил целое третье отделение. Там были редко исполняемые вещи, очень лиричные, мелодичные, виртуозно исполненные. Это явно было сделано для нас. Но своеобразный параллель концерту Растроповича, его бывшего конкурента, который тогда Растропович провел в Париже. То есть, оказывается, Сахаров очень ценил и любил исполнение, слушать виолончель. Я раньше этого не знала, оказывается, Даниил Шафран целый, можно сказать, почти третье отделение организовал, пользуясь случаем, посвятил его Сахарову и Бодру. У меня даже была задумка, может быть, назвать наш концерт четвертое отделение или после Даниила Шафрана, после третьего отделения. Ну, уж я тут не рискнула на такой решительный шаг. Но все-таки вот такое событие было, и мне хотелось тоже как-то приобщить вас, пользуясь случаем, к этим знаниям. Ну, вот наш город навсегда связан с именем Сахарова. Сколько бы лет ни прошло, это имя будут помнить, о нем будут говорить. И это имя будет собирать, объединять лучших, из лучших творческих людей со всего света. Кто-то приходит в наш музей, кто-то принимает приглашения и участвует в международном фестивале искусств имени Сахарова. Кто-то приходит покупать билеты и приходит в качестве зрителя на концертной площадке нашего города. И таким образом тоже приобщаются к знаниям о Сахаровой и выражают тем самым, ну, дань своего уважения к этому человеку. Ну, вот пусть наш сегодняшний концерт будет таким небольшим камушком в эту копилку богатств знаний о нашем городе. И, ну, как бы, наша с вами, все, кто сегодня пришли на этот концерт, наша с вами часть нитей в качество, в полотна истории нашего города, нашего края. Ну, спасибо еще раз всем, кто согласился принять в уме участие.